Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, я очень рад, что вы заглянули. Ребятки, сегодня мы выкатим с вами на несколько каток Франкенштанка и посмотрим, что он на сегодняшний день представляет в современном рандоме. Перед тем, как с вами начнем, хочу попросить каждого из вас, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, если вы еще этого не сделали. Для вас это ровным счетом ничего, для меня это развитие моего канала, ну и огромная благодарность с моей стороны вам за такое действие. Также поставьте, пожалуйста, лайк данному видео, ну и ставьте колокольчик после подписки, для того, чтобы не пропускать все новые видео. Ну, а теперь начинаем. Франкенштанг. Я помню, как он появился в игре, и, честно говоря, когда его презентовали, я вообще не понял, что это за доробло и, ну, что-то такое вот совсем несуразное, потому как слепили его из того, что было, и немножко приукрасили. В целом, честно говоря, танчик, ну, уж очень действительно похож на чудовище доктора Франкенштейна. Это такая себе сборная солянка, которая имеет в себе корпус от какого-то из тигров, немножко там перерисованную. Это башенка от серии КВ-танков, то ли КВ-3, то ли КВ-5, ну, в общем, что-то вот такое вот непонятное. И плюс еще сверху еще и дополнительная увеличенная еще одна башня. Ну, короче говоря, вот такое вот что-то абсолютно для меня непонятное. Украсили, конечно, танчик, ну, от души. Добавили ему и косу, и серп. Ну, в общем, честно говоря, натыкали в него всего чего не лень. Поставили какие-то пулеметы, шипы для красоты. Ну, короче говоря, над дизайном танчика действительно поработали. И мне, откровенно говоря, несмотря на всю его несуразность, чем-то он нравится. А нравится, наверное, он в первую очередь тем, что он не такой, как все. Ну, вот кардинально не такой, как все. Даже те же самые могильщики, Дракула, не знаю, там, мародер и подобные танчики, они все-таки гораздо попроще будут по дизайну, чем вот этот танчик. Теперь давайте поговорим о технических характеристиках танчика. И начнем мы, как обычно, исключительно с пушек. У него их две. Одна пушка имеет следующие характеристики. 310 единиц урона. Вниз 8, вверх 15, что, в принципе, довольно комфортно. Время перезарядки 10,5 секунд, что, в принципе, для танчика 7 уровня, ну и отметим, что это тяж, довольно, в принципе-то, и неплохо. Есть еще у нас такой показатель, как урон в минуту, который немножко все-таки подкачивает, как на 7 уровне для тяжа, но в целом тоже неплохо. Хотя мне, честно говоря, ну прям всегда не хватало вот этого вот урона в минуту. Вот хочется на нем шотить побольше и почаще. Что касается времени сведения и разброса на 100 метров, как обычно, обсудим непосредственно в самом замесе. Есть вторая пушка, которая по скорости перезарядки, ну прям совсем уступает аж 17 секунд. При этом урон в минуту увеличивается, ну, простите, урон в минуту, наоборот, падает на 155 единиц. Разброс на 100 метров, ну, время сведения... Короче, все идет в минус-минус-минус. Единственное, что увеличивается пробитие на фугасах на 12 единиц, что, в принципе, не является, ну, сильно существенным. В принципе, на 7 уровне 65 единиц пробития. Это практически ни о чем. Средний урон при этом увеличивается до 460 единиц, то есть на 150 единиц на базовом снаряде. Я бы сказал, что больше у этой пушечки минусов, чем плюсов. Но дело в том, что 17 секунд перезаряжаться для того, чтобы выдать 460, ну, как бы не совсем весело. Машинка, да, действительно, на вот этой вот большой пушке, назовем ее так, она играется совсем по-другому. То есть вы выезжаете, заносите сразу 460, она действительно держит удар, она держит броней, но мне как-то она не кажется абсолютно какой-нибудь фановой. Если вы хотите заехать и действительно накидывать большой урон с дольшей перезарядкой, это пушка для вас. Мне всегда на этом танчике нравилась все-таки базовая пушечка, которая, ну, прям совсем комфортная в отношении перезарядки. Ну, и, в принципе, накидывать по 310 тоже не так уж и плохо. Это то, что я хотел сказать кратенько о орудиях. Что же хотелось сказать, не заехав еще из ангара в бой, так это по поводу бронирования данного танка. Стоя в бою вот так вот, вы, в принципе, красный полностью весь, кроме двух вот этих вот кусочков нижнего бронелиста, который, в принципе, как тряпка, и действительно его необходимо прятать. И, поверьте, все будут пытаться попасть именно сюда. И вот это вот сверху башня на башне. Вот она тоже красная, и целят очень часто тоже сюда. В целом, я нашел не панацею, но то, что может помочь в бою. Когда вы находитесь на перезарядке, уж тем более, когда вы находитесь в клинче, резко поднимаете башню, простите, ствол вверх, и тогда вот этой вот маской орудия, которая очень хорошо прям держит удар, вы перекрываете зону обзора в верхней башенке. Ну и в случае, если у вас прикрыт нижний бронелист, вы вполне спокойно стоите, танкуете и перезаряжаетесь. Главное, ни в коем случае не допускать ошибку и не отворачивать башню. Когда вы отворачиваете башню, даже не на полные 45 градусов по отношению к своему корпусу, да, то есть, ствол будет вот так вот у вас направлен, вот эта часть начинает пробиваться как картон. Соответственно, мой вам совет. Не думайте, что вам получится вот так вот ромбовать, и это вас спасет. Вот так вот, поверьте, гораздо удобнее. Ну а теперь покатились в бой и посмотрим, что эта машинка может на сегодняшний день в современном замесе. Ребятки, Франкенштанг это однозначно танк прорыва. Это не танк поддержки, это не вторая линия, это первая линия. Это выехать, занять позицию, стоять и тупо настреливать, пытаясь принимать на себя рикошеты. Против восьмерок, да, действительно, ему существенно тяжелее, чем кому-то. Если смотреть в танчик в проекции исключительно вот так вот, под 90 градусов, допустим, да даже и вот так вот смотреть на танчик в прицел, он будет по бокам абсолютно зеленый, и сзади точно так же. Есть какие-то красные зоны, где-то там в районе под башней, ну в общем, такие какие-то странные места. Все же остальное шьется очень легко. Ну а с учетом того, что туша большая, выцелить проблемы абсолютно никакой нет. Поэтому, ну, едьте прямо и принимайте удар исключительно, скажем так, в лицо. Что же касается сведения. Сведение у танчика довольно приятное, довольно удобное, и я бы сказал, что круг разброса не является большим. Что касается его подвижности. Мы довольно быстро подкатились на вот эту вот позицию. Как вы видите, и назад, и вперед танчик передвигается. Нельзя сказать, что сильно бодро, но да, он едет, он может, ну и, соответственно, занимает свою позицию в игре. Точность пушки мне всегда, ну, очень нравилась. Даже на дальних расстояниях пушка крайне редко косит и забрасывает куда-то. Вот сейчас крушитель отхватил от нас две плюхи, понял, что ему дальше ловить нечего. Он не смог выцелить меня с его не совсем точным орудием. Попасть исключительно в мою, ну, вот эту башню на башне, ну, крайне сложно. Нижний бронелист я спрятал за вот этими вот камнями, ну и, соответственно, имею возможность настреливать. Вот в бочинку мне сейчас прилетело. Это то, что я вам говорил, что в бок он пробивается абсолютно везде. Поэтому боком на данном танке играть, ну, крайне противопоказано. Что же касается времени перезарядки. В игре на вот этой пушке хватает его, ну, прям совсем-совсем. И, в принципе, у меня никогда не было такой вот ситуации, в которой, ну, прям тоскливо и грустно от того, что я долго перезаряжаюсь. Что мы еще с вами не обсудили? Мы не обсудили, что данный танчик, он не является тяговитым куда-то под горку. Поэтому, в принципе, рассчитывать на то, что на нем вы сможете быстро куда-то ворваться на холм на какой-то и занять там позицию абсолютно не приходится. Что касается в целом подвижности, как я уже сказал, ее хватает. Поэтому нет необходимости вам думать над тем, как куда и вам, ну, как вам куда прорваться, проехать. Хотелось бы динамику, конечно, побольше. На моем канале вы можете посмотреть сравнение между, допустим, Франкенштангом и Мародером. Там, где мы выкатили их в тренировочную комнату. Ну и, соответственно, там их отыгрывали и присуждали им баллы за те или иные заслуги. Вот то, что я вам говорил. Поднимите вверх свой ствол и вы прикроете в клинче абсолютно легко свою верхушечку. Вот сейчас в бочинку крушителя, если мы не разберем, он разберет нас. Нет, даже не он. Разобрала сушка, но разобрала нас в корму. В принципе, абсолютно ничего удивительного. Сейчас досмотрим конец этого боя. Перейдем в ангар и посмотрим результаты этого боя. Потому что результаты этого боя, я думаю, вас должны удивить. Итак, ребятки, мы набили 2134 урона. Считаем 235. Сделали один фраг. Получили плюсом 28 единиц серебра. И мы заняли первое место по урону. Согласитесь, довольно неплохо, как для семерки в бою против преобладающего большинства восьмерок. Я могу сказать по данной команде, приблизительно следующее. Крушитель, ЛТТБ, ну, Як-Панзер отыграли так себе. Вот ребята, те, которые играли, допустим, с кем нам пришлось столкнуться, да, они отыграли очень даже таки неплохо. И заметьте, тот же самый на восьмом уровне Супергусь, как я его называю, или 168-я ВКшка, они набили урона, ну, буквально там на 400-500 единиц больше. Вот вам и результат Франкенштанга в современном рандоме. Сейчас закатимся еще раз, попробуем выехать еще раз на линию, и, возможно, нам повезет победить, ну, и, соответственно, нанести больше урона, чем в данном бою. Пока мы закатываемся в бой, от себя лично отмечу, что танчик мне, ну, очень сильно нравится. Довольно часто я его выкатываю из ангара не для того, чтобы пофармить, не для того, чтобы набить опыта, ну, то есть не для заработка абсолютно. Данный танчик, он просто для удовольствия. Он для того, чтобы заехать на машинке с интересным дизайном, с интересным внешним видом в целом, со всеми вот этими вот прибамбасами, приколами, выглядеть абсолютно не так, как все, заехать, постоять, ну, покайфовать от того, что тебя не пробивают, ну, и, соответственно, обязательно понакидывать урон. А на это танчик, в принципе, способен. Вот сейчас, если бы снаряд не пролетел мимо нас, это однозначно было бы пробитие. Ну, а если мы станем вот так вот, то я думаю, что в целом пытаться будет выселить уже из не наш нижний бронелист, а что-нибудь другое. Как я говорил, точность данной пушки, она не просит, чтобы она была лучше. Она, в принципе, такая, как она должна быть. Да, безусловно, периодически бывают какие-то непробития. Да, безусловно, но нельзя сказать, что она прям во всех 100% случаев бьет туда, куда надо. Но, ребят, она бьет, она пробивает, она наносит урон. И это, в принципе, то, за что я очень сильно люблю данную пушку. Я хотел показать вам спереди. Явно бил ИС голдой, потому что пробить просто так бронебойным явно бы у него не получилось. Он очень долго находился в сведении, долго выцеливал меня и, соответственно, понял, что выцелить обычным бронебойным снарядом у него ничего не получится и был вынужден перейти на голду. Такие случаи бывают. С этим не поспоришь. Но в целом, в целом, видите, он пытается как-то найти мягкие места на танке и для него это является определенного рода сложностью. Пущу Лёву вперед. Буду надеяться на то, что Лёва сейчас возьмет удар на себя. Ну и, соответственно, даст мне еще немножечко в данном бою пожить. Попытаемся немножко обойти. Заодно заценим, насколько танчик позволяет нам вот так вот обходить врагов. Мне кажется, что отыгрывается довольно неплохо. Ну и, соответственно, с учетом того, что танчик довольно бронированный, он позволяет вам определенное время отстоять, принять на себя непробитие, накинуть, ну и опять, соответственно, немножечко спрятаться. Тем не менее, говорю, играя с восьмерками, надо быть немножко все-таки поосторожней. Восьмерки — это вам не семерки. У них и пробитие повыше, и запас прочности побольше. Ну, в общем, враги, скажем так, не самые удачные для того, чтобы спокойно с ними отыгрывать. Ну, вот как-то так закончился наш бой. Посмотрим сейчас результаты этого боя. Хоть мы и не сделали ни одного фрага, но, по-моему, для победы мы сделали довольно немало. Два тяжа, которые пытались просочиться по этому флангу, не прошли. Они уперлись в нас и спытался продолбить, но у него не получилось. Мы опять нанесли практически тот же самый урон. Напомню, в прошлом бою было 2.150, сейчас 2.190. Мы получили уже плюсом 44 тысячи серебра, практически 45. И, ребята, мы заняли второе место по урону, ненамного уйдя от P44. Ну и, в принципе, ненамного, правда, и превысим супер гусика. Но в целом, ребят, согласитесь, результативность игры данного танчика она довольно неплохая. А удовольствие, ну, прям в разы больше, чем то, что он фармит и чем то, что вы наносите в виде урона. Я лично рекомендую каждому из вас, у кого будет свободная кровная голдишка, если этот танчик будет выпадать где-то на каких-то аукционах, обязательно дождитесь подходящей для вас цены, адекватной на него, и, соответственно, покупайте его. Я, честно говоря, даже если бы мне на сегодняшний день предложили данную машинку тысяч за семь, семь с половиной, ну, вот просто зайди и купи, я бы обязательно ее взял себе в коллекцию, взял себе на память и взял себе в кайф, потому что данная машинка позволяет реально фаниться в бою. Ну, по данному Франкенштангу у меня все. Еще раз напомню, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, я вам буду очень благодарен. Приходите на стримы, где мы общаемся в реальном времени и я реально отвечаю всем, кому успеваю ответить. Всех благ, всего хорошего, ну, а самое главное, мира вам.